МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запальвая молодь, а поздние выходные червяня по традиции присвячены захоплениям и интересам молодого поколения. Пандемия отступая, а лечебные установы поступово вертаются до звычайного режима працы. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Новые правила поступления в ВНУ – доступность эдукации, рост заробков и максимальность отримать место в интернате каждому студенту. Вось такой на злобу дня отрималась осенья великая размова президента с выкладческим активом краины. Масштабное во всех сенсах мероприемство навод произошлося в перенести с Палаца незалежности у комплекса Белэкспо, тому что запросили тысячу человек. Эдукация тема какая-то акция инакше закорная кожную белорусскую семью. Обмеркование проходит не только у педагогичного сяродзе, аудиторах, а и дома на кухне. Тема актуальная, тому размова постоянно обновляется на высшем узровне. Мы живем у личбы в час, электронные дзенники, контрольные, подручники. Да и стыль самой эдукации откорректовала пандемия. А ли то, что по-ранейшему состоится реальным, да это веды. И на их краницах в выкладчицком составе по-ранейшему великая отказность. Я как педагог в своем прошлом и как президент прекрасно понимаю, что система образования является важнейшей стратегической отраслью страны, а не сферой услуг. Вы не просто обучаете квалифицированных специалистов. Как бы пафосно это ни звучало, прежде всего вы воспитываете граждан нашей страны. Формируете интеллектуальную элиту общества. Не бывает и быть не может элиты этой без вас. Да и сами вы практически все составляете эту элиту. Во много благодаря вам студенты не только осваивают профессиональные навыки, но и развиваются как личности. Мы все были когда-то студентами. И хорошо помним, как повлияли на наше мировоззрение школьные учителя и вузовские преподаватели. Те, которые восхищали своей мудростью, были настоящими лидерами мнений. Я хочу сказать, что у нас, у поколения советской эпохи были замечательные педагоги. У меня точно. В свое время они научили главному. И учили главному. Во главу образовательного процесса был положен главный тезис. Слюбить родину, свою землю, честно, добросовестно работать. Работать за идею, что в последнее время, к сожалению, не модно. Если бы не они, мы не смогли бы в лихие 90-е мобилизоваться и в короткие сроки вывести страну из глубочайшего социально-экономического и политического кризиса. Для белорусской эдукации изроблено немало. Обновили научальные программы, разгрузили школьников. Далее максимальности у старейших классов хлопчикам и девчонкам самим выбирать профиль, потому что не всем из их потребуется в жизни математика или химия. Зменилась не только в окладке, а и вместо подручников. Тем не менее, крытыка у той и той иншей ступени учить от педагогов, батьков и студентов. Многие до этого часа скептично ставятся до централизованного тестирования. Все-таки загалочками в тестах не убачить особу. Тому керавник державы пропоновал провести громадское обмеркование относно правилам поступления УВНУ. Капужо до черговой уступной кампании, Украине пошла працовать новая система. Путь, который выбрали многие страны, разделил свое общество на элиту и рабочий класс, на тех, кому доступна и недоступна привилегия учиться в университетах, нам не подходит. Вы знаете мою позицию. У нас каждый, даже из самой глубинки, может стать студентом, если имеет знания и желание учиться. Этому принципу должна соответствовать система вступительных экзаменов. При отборе в ВУЗ приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только и не столько может быть результат тестирования. Министру образования дано поручение проработать этот вопрос. Я как преподаватель хорошо знаю, что такое разговаривать с глазу на глаз, видеть человека, как Игорь Васильевич сказал, глаза в глаза. И при старой системе далеко не был от нее и при новой, поддерживал в какой-то степени ее. Но должен сказать, что системой тестирования в лучшие ВУЗы страны мы отсекаем трудолюбивую, способную молодежь, родители которых, будем прямо говорить, не входят в элиту нашей страны. Нет у них бизнесменов, родителей больших денег, нет у них начальников больших, хотя трудновато сегодня уже даже детей начальников с этой системой трудоустроить. Но, тем не менее, сама система не дает возможности поступить в ВУЗы ребятам, ну, скажем, сельских школ, где преподавание немножко еще ниже, чем в крупных городах и Минске, где нет такого распространенного репетиторства, что можно дополнительно получить знания и по прошлым тестам протестироваться, как-то накануле этого тестирования и так далее и тому подобное. Ну, есть такая проблема. И вообще, министр был прав. С глазу на глаз надо видеть человека. И не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее, все-таки это патриоты, как мы вначале сказали. Но так если они патриоты, они должны, они умеют рассмотреть в абитуриенте будущего настоящего гражданина. За тестированием при всех положительных качествах его мы этого не видим. Поэтому, взяв лучшее из прошлой системы поступления в ВУЗы, тестирование, которое мы уже прошли, так-то оскомину набили и шишки набили, взяв все лучшее, поставлена задача перед Министерством образования, это и задача вам, к следующей вступительной кампании, создать новые правила поступления в ВУЗы. Подчас сегодняшней размовы стало зрозумело, приемных новаций в системе эдукации будет немало. Вядом и факт, особенно для инжегородних студентов, жилье не только главный аллей финансовых боли их батьков. Президент пообяцал, на протягу наступных пяти годов пытание с интернатами будет выражено, а зарплаты профессорского выкладчицкого состава вырастут до 150% от средней по краине. Что еще хвалюет, чем сегодня живет педагогичная сяродья, корреспонденты запытались у самих удельников этой сустрэши. На примере Белорусского государственного университета мы достигли уровня, ну, когда, ну, к примеру, каждый третий студент у нас, он состоит в банке одаренной молодежи. Каждый третий студент, каждая пятая кандидатская, каждая шестая докторская защищается БГУ по стране. Сегодня уже каждый седьмой студент, это студент-иностранец, из них каждый второй китайский студент. Это говорит о чем? Это говорит о том, что студент видит и наш белорусский, и иностранный студент возможности для себя проявить себя здесь. Приподняли имидж системы профобразования, показали лицом ту современную образовательную среду для молодежи, и при падении общего количества выпускников общей средней школы наблюдается прирост желающих поступать в среднее специальное учебное заведение. То есть молодежь увидела сегодня, что эта траектория, она эффективная, осваивая профессию, ты можешь быть успешным не только айтишником, но и станочником, наладчиком, электромеханикам, автомеханикам. То есть все двери открыты. В протягиваем выпуск церемония уручения премии «Человек-года», народная караоке и концерт. День незалежности все это будет святковаться под открытым небом. Основные мероприемства, кроме ускладания кветок на площади праце, 3 липня пройдутся вечеры на набережной Ракисош. Тут запланованный концерт, апофеозом, якого станет узнагородживание гоноровым званием «Человек-года» Жихаро нашего региона, чья дейность уносит важкий уклад у развития в области и кто робит наше житие лепш. За пять хвилин до 23-х годин стартует акция с 5-ем гимн разом. После ее завершения небо осветит фейерверк. Улишивающие покуляшую складанную эпидемиологичную ситуацию, назвы творческих коллективов и именных хедлайнеров свято станут вядомые литерально напереды День незалежности. В уголе все летняя святочная программа будет складаться не только из традицийных, а и абсолютно новых, уникальных мероприемств. Программа до торжественной части будет строиться по принципу практически народного караоке. Впервые в Гомеле на набережной будет проходить церемония награждения лауреатов премии «Человек-года» Гомельщин. Это впервые. А также впервые в Гомеле на набережной будет проходить вся торжественная часть. И мы будем строить весь концерт на словах гимна. Это наша уникальность. На жаль, пандемия порушила шмат планов, а для свято в любом выпадку быть. Я нось беры людей, для которых суверенитет, незалежность и свобода Беларуси – самые важные державные ориентиры. А на передней регионе отцветковали День молодцы. По традиции, у этой свято во всех районах были подрыхтованы концертные и забавляльные пляцовки. Одна из наибольшемасштабных разгорнулася у Гомеле на набережной Ракисош. Чем организаторы порадовали гостей мероприемства, подавлялся наш корреспондент Павел Михно. Не глядя на то, что за несколько годин до начала мероприемства на двор я подрыхтовала для организаторов и гостей свято нечеканный сюрприз в глядя мощного дожжу и на больнице, святочная пляцовка не спынила свою працу. Концерт с уделом молодых выконавцев, дефилем моделей, дартс и многое инше, с того, что обещали организаторы, все это, как и плановалось, подаровало гомельчанам осолоду от свято. Я, как отдыхающая, пришла сюда просто погулять, и тут, оказывается, такое масштабное событие, я не могла пропустить это мимо. Как потрясающе поет девушка, как прекрасно играют дети. Эта атмосфера зарядила меня, и я хочу пропитаться всем этим и находиться здесь подольше. Назва пляцовки «Запаливая молоть» кажа сама за себе. Не поспели организаторы, як след оформить святочную пляцовку, як в окол яе уже собралась шмат энергичных молодых людей, яких затекавила литерально кожная дробисть того, что отбывается. Для активного и познавального вольного часу организаторы подрыхтовали интерактивные локации с забавляльными конкурсами и фотозонами. Увазе молодых семью с детьми пляцовки с творчими размалевками и веселыми гульнями. А для самых инициативных Гомельский городский комитет БРСМ ладжев спортивный квест. Традиционно городской организацией БРСМ устраивается праздник для молодежи. Здорово, что сегодня мы можем собраться на открытом воздухе, пофотографироваться, поиграть, посмотреть, послушать и зарядиться положительными эмоциями. Позитивную атмосферу поддерживали молодые гомельские ваконавцы, которые спевали песни на любой густ. А свеком мероприемства стало проведение открытого турниру города Гомеля «Падрыв трайкингу». Он, кажется, такой большой, габаритный и неуправляемый. На самом деле, очень легко управлять и чувствуется вообще. Особенно этот сзади звук заводит еще больше. И шли попробовать тоже покататься на уровне с парнями. Думаем, не дадим в обиду девочек. Покуль сцена строкатила яркими концертными номерами. Глядачи подтягивалися до святочной пляцовцы, как потанчить разом с артистами. На свято молоде жахары Гомеля проезжали за компанию сябраме, а так само сбирали ся семьями. Ах это значит, что мероприемство стало еще одной доброй нагодой, как подарить один одному усмешки и душевную тепленью. Павел Михно, Игорь Марышенко, телерадная компания «Гомель». До инших тем для установок о выздоровья Гомельщина наступает светлая полоса. Специалисты фиксуют снижение выпадков захворывания на COVID-19. Коронавирус стал серьезным выпробованием для супрацовников медицины. А пошние месяцы перевернули их житие, примуслили мобилизовать все силы, проявить лепшие профессийные и человеческие якости. Про то, как медицинские установы вертаются до нормального жития, наступный сюжет. Персонал Гомельской областной клиничной больницы по гэтый день супредстоит коронавирусной инфекцией. Тым не меньш, поляпшение пидситуации у регионе становучо повплывало на установу. С 26 червеня отделения неурологии и гинекологии працуют сгодно своей специализации. Яны пройшли рупливую антивирусную чистку, тому будучшие наведвальники могут не бояться подчапить злосчастную хворобу. Так само на минулом тыдне областный скурно-венерологичный диспансер отпустил до дому опошних пациентов с перенесенным COVID-19. По мешканне установы пройшли необходную санитарную опрацовку и зараз яна займаеца профильной працей. Безумовно, медики разумеют, расслабляться нельга. Не глядяши на становчую динамику, Министерство оховы здоровья потребует выконывать санитарно-супротепедемичный и дезинфекционный режимы. А леведовочно, зараз атмосфера у коллективе не такая напруженная. Горше у минулым, погляд в будущее оптимистичный. Перепрофилирование нашего учреждения с 1 апреля позволило нашим медицинским работникам проявить все самые лучшие качества. Даже, наверное, те, о которых они забыли и не подозревали. Это прекрасный опыт для нашего коллектива и вообще для системы здравоохранения в целом. Хотелось бы, чтобы он не повторялся в будущем. Но, тем не менее, это единый механизм, который работал как биение сердца. Все в одном ключе. Коллектив скурно-венерологичного диспансера быцам отрема у другое нараджение. Бородьба за житие пациентов еще больше объеднала супрацовника установы. Командный дух, взаимная поддержка и дисциплина допомогли у худким часе вернуть больницу в штатный режим. В это нелегкое время наш коллектив работал как единый механизм. И в таких ситуациях четко осознаешь значимость каждого члена команды. И мне кажется, что вот такая наша сплоченность помогла нам достойно пережить этот период. Медики, которые успехово прошли выпробование коронавирусом, стверджают, это складанный период по-соправдному загортовавых. Я неуполнены. Худка краина целком и незворотно справится с пандемией. Миколай Скінціян, Валера Гапанько, телерадио Компания Гомель. Стена з розноколяровых петоней з'явилася у Гомелі. Головную в улицу города упрыгожили вертикальные кветковые композиции. Гэта новинка от ландшафтных дизайнеров. Уздовж проездной частки усталевали 50 стоек у кожной по 150 горшков. Гэта коля 7 тысяч кветок. Их выросшивали у теплицах Яше Састуденя. Теперь два раза на день обовязковый полил. Ледь радзей, прополка и подкормка. Радовать гаража на оригинальные клумбы будут до конца веростня. И расположение, и цвет, и вообще цветы красивые. Даже захотелось себя на балконе высадить. Все новинки, наверное, это очень красиво и радует. Если люди фотографируются, обращают внимание, высказывают свое мнение, хорошее мнение в наш адрес, то я думаю, что людям нравится. Кветковое оформление неотъемный элемент озеленения. В этом году в улице Гомеля упрыгожили больше за 500 тысяч кветок. И это не межа. В планах еще несколько нестандартных вариантов оформления кветников и газонов. На этом тыдне спякота изменится дожами. Сегодня суточная температура наблизится до своих завычайных климатичных значений. В прогнозе для нашего региона практически что день, дожи и на вольнице. Температура поветра в первые половые тыдня в ночи складе плюс 15-20. В день от 23 до 25 выше за 0. Ближе до выходных станет на некоторых градусах тепли. Али аномальность пякотного на дворе не чекается. В пятницу, третьего липня, максимум на вольнице. А наступные дни обойдутся без опадков. На дворе будет комфортным. Максимальная температура до плюс 26 градусов. Это и иншая новина. Информация о проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Дорожная обстановка остается по-прежнему напряженной. За прошедшие выходные дни и пятницу на территории Гомельской области зарегистрированы четыре дорожно-транспортных происшествия с пятью пострадавшими. Среди них один несовершеннолетний, один велосипедист, водитель малолитражки и семейная пара на «Жигулях». Водитель автомобиля ВАЗ не пропустил «Ягуар», двигавшийся по главной дороге. ДТП произошло утром в пятницу около 9 часов на пересечении автодорог химзавода Урицкая-Уваровичи и Минск-Гомель. В результате столкновения водитель ВАЗа, 82-летний пенсионер и его жена, находившиеся в автомобиле с телесными повреждениями различной степени тяжести, были доставлены в больницу. 35-летний водитель «Ягуара» не пострадала. На следующий день авария произошла недалеко от деревни Пытьковка Будокошелевского района при совершении такого опасного маневра, как обгон. Жительница деревни Октябрь 1962 года рождения, управляя автомобилем «Джили М-Гранд-Х7», пыталась обогнать движущийся в попутном направлении трактор. В Будокошелевском районе женщина-водитель при совершении обгона выехала на полосу встречного движения и совершила наезд велосипедиста, который двигался ей навстречу. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение районной больницы. Предварительно женщина-водитель была трезва, имеет водительское удостоверение соответствующей категории. Ближе к вечеру житель Петрикова, управляя автомобилем «Пежо-106», двигаясь по автодороге «Птич» Петриков-Житковичи, не справился с управлением и съехал в Кювет, где совершил столкновение с откосом мелиоративной канавы. В результате ДТП водитель оказался на больничной койке. И в этот же день в деревне Папортное Жлобинского района 47-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не успел среагировать и совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги шестилетнего мальчика. Ребенок с рваной раной и черепно-мозговой травмой госпитализирован. Только по счастливой случайности обошлось без пострадавших в ДТП, которое произошло сегодня в Гомеле. Утром водитель службы такси словно кегли разбросал припаркованные на площади Ленина автомобили. На закруглении дороги перед остановкой общественного транспорта ВОД «Жили» поехала прямо, врезавшись на большой скорости в малолитражку и зацепив две стоящие ряды миномарки. Автомобиль такси развернула на пешеходной дорожке, а малолитражка отлетела на несколько метров вперед. Если бы в ней находились люди, трагедии было бы не избежать. Судя по отсутствию тормозного пути и полученным предварительным данным, таксисту либо стало плохо, либо он попросту уснул за рулем. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту угона транспортного средства, совершенного вечером в субботу в областном центре. Неизвестный в 19.30, находясь на центральном пляже Гомеля возле пешеходного моста через реку Сож, сел за руль чужого автомобиля БМВ-5 и поехал. Однако путь оказался недолгим. Проехав около километра возле дома номер 10 по улице Полевой, угонщик не справился с управлением, совершил наезд на ограждение моста и съехал в Кювет. После с места ДТП скрылся. Автомобиль с механическими повреждениями возвращен владельцу, правоохранители ведут поиски злоумышленника. Очередная трагедия на воде. В Ловевском районе утонула 48-летняя женщина. Беда произошла накануне вблизи деревни Глушец. Гомельчанка приехала на берег Днепра порыбачить. При рыбной ловле с берега упала в воду и утонула женщина. Причиной стала личная неосторожность, поэтому освод обращает внимание, что необходимо быть осторожным при нахождении на обрывистых крутых берегах. Тем более в период дождя это может привести к несчастному случаю, падению, обрушению обрыва и несчастью. Ближе к 10 вечера водолазы освода, обнаружив вниз по течению тела утонувшей женщины, извлекли из воды. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Спасатели добавили, что только за неделю в Беларуси утонуло 30 человек. В Гомельской области за этот период вода забрала жизнь двоих. Многих жителей советского района Гомеля сегодня разбудили сирены пожарных машин. Расчеты спешили на ликвидацию пожара в кафе «Провинция», расположенного на перекрестке Реческого проспекта и улице Косарева. Звонки в службу спасения стали поступать около половины седьмого утра. Густой дым был виден за много километров от места чрезвычайной ситуации. Когда спасатели приблили на место, наблюдалось открытое горение кровли и имелось угрозы к соседнему строению. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие, кровля и имущество в помещениях кафе. Причина пожара устанавливается одна из рассматриваемых версий нарушений правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мозерская славя поражением завершила первый круг чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. В 15-м туре подопечные Михаила Мартиновича в гостях играли с энергетиком БГУ. Хозяева забили уже на четвертой минуте. Глеб Шевченко, отдавая передачу голкиперу, не придал мячу нужного ускорения. Как результат, первым на мяче оказался Джасурбек Яхшибоев. с момента максимум. На 27-й минуте энергетики оказались в меньшинстве. Душанбакич получил прямую красную карточку за опасную игру. Извлечь пользу из численного большинства Мазыряна не удалось. А вот контратаки столичной дружины были весьма эффективны. В итоге хозяева победили 5-0. По дублю в свой актив записали Яхшибоев и Совпель. Еще один голевой удар на счету ТВ. По итогам первого круга Славия располагается на 12-м месте в турнирной таблице. Лидирует Батэ. Речицкий спутник единолично возглавил турнирную таблицу первой лиги футбольного чемпионата страны. Команда Вячеслава Левчука на домашнем газоне обыграла пинскую волну 3-1. За хозяев забивали Игнатенко, Потороча и Курлович. У пинчан отличился Зарабеков. На руку речицкой дружине оказалась потеря очков еще одним претендентом на лидерство с Моргонью. Команда Вячеслава Геращенко на поле стадиона Центральный сыграла в ничью с Гомеля. Гости открыли счет в добавленное к первому тайму время. Пенальти реализовал Савастьянов. В концовке второго тайма Гомза уравнял цифры на табло 1-1. Гомель в таблице чемпионата на седьмом месте. Гомельский локомотив, сыгравший в 10-м туре на домашней арене в ничью со Слонимом 0-0 располагается на пятом месте. Светлогорский химик уступил Ашмяном 1-4 и замыкает таблицу чемпионата. Во второй лиге сыгран девятый тур. Миллиоратор на выезде обыграл Островец 1-2. Петриковский шахтер был сильнее энергетиком 2-0. Бумпром одолел СМИ Автотранс 5-3. Жлобин дома был бит Осиповичами 0-5. Днепровское дерби в Рогачеве осталось за гостями 5-1. На заседании из полкома Белорусской ассоциации мини-футбола подвели итоги сезона. Лучшим игроком Беларуси назван Олег Горбенко из столицы. Артем Рос из Витена получил звание лучшего в чемпионате. В символической сборной сезона два представителя гомерских команд в воротах Юрий Дегтяренко из ВРЗ, а в поле Сергей Малышко защищавший цвета БЧ. Лучший тренер наставник чемпиона Алексей Попов. Следующий сезон стартует 29 августа матчем за Суперкубок. Витен и БЧ разыграют трофей в Могилеве. Чемпионат же стартует в первые выходные сентября. Жеребьевка календаря пройдет 18 августа. Также на заседании принято решение о снижении легионерской квоты. Белорусские грибцы на Байдарках и Каной открыли соревновательный сезон. На грибном канале в Заславле прошла первая часть Кубка страны. Представители нашего региона завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград. В числе победителей Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева, Надежда Попок, Елена Ноздрева, Никита Буриков и Павел Медведев. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин